Здравствуйте! С вами снова Сергей Стариков и вы смотрите обзор происшествий за минувшую неделю. 29 января в МЧС поступила информация о понижении давления в сети водоснабжения в более чем 600 домах пролетарского округа Тула. Опять, коммунальная авария произошла почти на том же самом месте, что и 5 января. Уже через несколько часов в супермаркетах округа не осталось 5-литровых бутылей с водой. К раздаче технической воды приступили в тот же вечер, а бесплатную питьевую можно было взять на следующее утро в торговых точках «Ключ здоровья». Аварию устранили на следующий день. По факту происшествия проводится прокурорская проверка. Предполагается, что на этот раз причиной крупной коммунальной аварии стало проседание грунта. Днем 31 января напротив въезда в городское кладбище номер 1 на новомосковском шоссе в Туле улетел в Кювет и перевернулся автомобиль «Лада Гранта». По предварительным данным, следуя в направлении выезда из города, водитель машины не справился с управлением. После оказания первичной медицинской помощи водитель отказался от госпитализации. 31 января на улице Карла Маркса в Туле загорелся частный дом на 6 семей. К счастью, жители вовремя заметили дым. Поэтому пожарные смогли прибыть оперативно и не допустить распространения огня. В результате пожара выгорела кухня. Никто не пострадал. 2 февраля в Веневском районе совершил вынужденную посадку вертолет МЧС России. Как видно на предоставленных ГУМ ЧС России по Туле области кадрах, приземление виндокрылой машины обошлось без повреждений и пострадавших. По словам членов экипажа К-32, посадку произвели из-за срабатывания датчика уровня масла в одном из двигателей. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Турской области задержали подозреваемого в изготовлении амфетамина. В полиции поступила информация о том, что 39-летний туляк может хранить при себе наркотики. При отработке полученные сведения подтвердились и у мужчины нашли вещество серого цвета. По предварительным данным, подозреваемый изготовил наркотики самостоятельно в одном из домов на территории Щетинского района. При проведении обыска по указанному адресу полицейскими обнаружено и изъято оборудование, с помощью которого он занимался изготовлением наркотических веществ. В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело, предусматривающее ответственность за незаконный оборот наркотических веществ. 2 февраля рядом с домом номер 53 на улице Фридриха Энгельса в Туле сошел с рельсов трамвай маршрута номер 14. По словам руководителя Тулгора электротранса Валерия Симаковича, причиной ДТП стал посторонний предмет на рельсах, предположительно кусок плитки. На устранение аварии ушло около одного часа. Сотрудники подразделения дознания ОП «Советский» передали в суд уголовное дело в отношении жителя Тулы, который, по версии следствия, продавал услуги молодых элитных проституток. Напомню, при возбуждении уголовного дела полицейские сообщали, что по имеющимся на тот момент данным подозреваемый предлагал клиентам модели, которых они могут приобрести как в модельном агенции, так и в ходе различных конкурсов красоты и показов. Вечером 3 февраля загорелся дом номер 62 в деревне Ямна. По словам очевидцев, на момент приезда первого пожарного расчета жильцы успели самостоятельно покинуть свой дом и находились рядом с ним. В ходе тушения огнеборцы вытащили из постройки два баллона с газом, которые могли взорваться. Утром 6 февраля напротив троллейбусной станции «Южная» загорелся автомобиль. ЧП произошло в час пик и стало причиной серьезной пробки. Пожар ликвидирован в 8.53. Пострадавших нет. В результате происшествия, к сожалению, автомобиль выгорел полностью. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается. Тоже утром 6 февраля жильцы дома номер 54 на проспекте Ленина в Туле почувствовали запах гори из квартиры на втором этаже, в которой живет злоупотребляющий спиртными напитками мужчина. На стук дверь никто не открывал, поэтому люди вызвали пожарных. По прибытии на место происшествия в 10.05 пожарные приступили к ликвидации горения. Пожар был ликвидирован в 10.08. Пострадавших нет. В результате происшествия сгорели постельные принадлежности на площади 1 квадратный метр. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС привлекалось 5 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается. Напомню, если вы стали очевидцем происшествия, не можете найти справедливости или хотите рассказать свою версию каком-либо происшествии, звоните по телефону, который видите на своем экране. Берегите себя и своих близких. До встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова